добрый день уважаемые дамы и господа сегодня в нашем империум клубе замечательный гость татьяна александровна судец заслуженная артистка россии гениальная телеведущая и я здесь сейчас уже я с полным основанием могу сказать наш большой друг да конечно и татьяна александровна знают наверное все ну прежде всего конечно это по программе спокойной ночи малыши и программа время но кроме кроме этого очень много программ когда конечно умилые руки москва и москвичи у вас даже и программа о спорте и здоровье было на семерке спорт история здоровья да да но ваше начало даже трудовой деятельности вообще по образованию у вас совершенно другое вы заканчивали радиотехнический факультет трудовая деятельность моя началась с 1965 года когда я училась на четвертом курсе московском радиомеханическом техникум на первом щуковском переулке а продолжилась она и началась она в институте сне автоматики и гидравлики и она продолжилась там я работала семь лет пока заканчиваем технику на четвертом курсе нас туда распределили потом после я поступила в институт энергетический радиотехнический факультет отучилась закончил институт и потом вдруг объявили конкурс на телевизор 72 год а так как я всю жизнь была артисткой мне кажется я родилась уже артисты потому что мы жили в бараке на старообрядческой улице и я родилась 22 августа а мой друг лёня родился 29 августа и вот мы орали по очереди но я не хочу он орал я-то разрабатывала очень пригодилась дурачу как дозу я все время пела все время там танцевал стихи читала то есть мечтала быть артисткой но моя мудрая мама всегда говорила что лучше быть плохим инженером чем плохой от артистка и вообще будет плохая артистка она говорит это не профессия может быть она где-то была и права потому что в то время нужна была профессия и сейчас в общем-то она нужна профессия обязательно не знаю я все время всю жизнь училась 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 до сих пор учусь как завещал великий ленин учиться 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 как же состоялась знакомство с телевидением и как как это произошло очень просто мой друг лёня с которому на перегонки на перебой кричали с рождения он услышал объявление по телевидению что набирают стажерскую группу дикторскую и занят не вернут и артистка там это объявили конкурс ведут уж не примет у межтехническое образование сказали любой уж это ну ладно это все узнает а я пойду ночью все узнал калка и день я пошла на первый тур шла я уже всем рассказывать там было народу полно 600 лишних человек после первого тура осталось 130 130 человек прошла я на второй тур на втором туре смотрели нас через камеру потому что тот жизнь да а по середине может другую даже как голос да вот мы слышим один свой голос а голос может быть первый раз записи зачем когда я когда себя первый раз услышал в записи ну кто это так же пьем свет на первый раз увидел на мониторе второй тур мы через монитор смотрит нас я сижу такая вся готовность моя очередь а тут стоит такой монитор и вдруг я вижу что это лицо вроде моё черная шапка волос и зубы а у меня щербинка какие-то как будто зуб за зубом гоняется заборчик такой крокодил здрасте и там начала что там читать 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 и пришла домой расстроенная нет там такие красотки меня не возьмут правда нет я на работе дом у меня никто не знал вообще не то что я пошла туда на работе ну как и того что девчонки нашу шансов никаких нет да ладно точно так это контаке краски а я вредит как себя увидел никогда жизни не возьмем ну давай проверим как так позвоним не буду я звонить позориться не буду да я позвоню в общем знаете вам звоните они заняты скажите пожалуйста а грошина прошла на третий тур приходится тогда тогда прошла на третьем туре нас уже было 13 человек такой от всех да вот а должны были где 4 но как-то так я не знаю как меня взяли до сих пор удивляюсь как меня взяли без блата без специального обучения я конечно же дали в театральный кружок там читал стихи пела я пела и вообще после техникум собиралась поступать на отделение мускомедии вне училища мама не пустила вот а вот вдруг взяли и вдруг я прохожу этот третий тур хотя сначала сомневалась конечно сказали ну вот мы бы мы сообщим мы вам сообщим то есть не сами звонить мы вам с даже я хожу думаю все равно очень хорошо я надо третьего тура дошла значит что-то я все-таки представляю себя а я так да значит не мой муж первый мне все равно шоу да ты никто да ты никакая вообще а тут я думаю все таки я на третий тур пришла что-то могу да и вот такая гордость разу нас вверх такая вся могу что-то могу так вы знаете вот для самоудовлетворения вроде бы как этот праздничный звонок мама моя у меня мама была комбат строгий но справедливый она действительно такой была я до сих пор все мои друзья вспоминают они ее любят ведь как нам евгения анатольевна не хватает а грамм нет как или не хватает не буду кое-то еще заплачу в общем короче говоря мама берет трубку и там и вдруг так а то я спрашивает какой еще гляньте но и не гляньте пятки кирилла фанак ну что и он мне сообщает что вот решением комиссии я принята стажерской группы мне нужно явиться срочно на телевидении а я же работаю а как а что я к нашему начальнику негасану часами на бегу вы то есть у меня вот приняли в дикторский отдел вот стажерскую группу мне нужно вот уволиться на то что на моем заявлении значит возражаю кстати я совсем недавно было вот моим любимым институте снеавтоматики гидравлики и там они сохранили сохранили это мое дело и заявление там где там написано начал возражать потом что за дело работают требующего исполнения двухнедельный срок нет вы были по собственным желаниям я когда это верно как это у вас уже столько лет прошло 72 года они кто-то вот мы бережем я очень благодарна руководство снеавтоматики гидравлики я вас всех очень люблю все таки знаете вот первое предприятие где начала работать альма-матерта институт там считать не до институт тоже энергетический альма-матер технику мой родной любимый я ним у него вот никто раз иногда проезжает слезы наворачиваются ностальгия такая хорошая до приятного вспоминания любовь по воспоминаниям вот и вот так вот стал я работать на этом телевидении учителя у меня были хорошими очевидно всегда учителей а кто у вас были учителя на телевидении не на лазерин кондратова а по технике речи ольга никитична борина игорь леонидович я вообще у всех учили честное слово училась у всех я смотрел кто как работает и училась 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 учить люблю специальность радиотехническое образование но как-то пригождалась вообще были случаи когда это конечно ну когда я туда по всем сторон поступил я была выставка связь 81 там не помню на в днх что думаете меня пригласили вести там в нашем павильоне там читать какую-то информацию потому что я понимала о чем я читаю я понимала что такое децибелы там еще что-то такое и я со знанием дела читала аннотации там какие-то какую-то информацию на техническую давали я ее читала с огромной любовью читала и с встретила своих вот одна курсников и даже на теле глазки к счастью было вообще не обыкновенно а потом когда пришла на телевидение мне все было интересно не не вот по эту сторону а там в аппарате я знаю как это все делалось то я же у меня же диплом там радиотехник сначала но радиоинженеры я буду не буду говорить какие какие если я там дело защищал какой диплом серьезный вот и не знаю не все вообще диктор новостного канала это же нужно владеть огромным по сути количеством информации нужно разбираться практически во всем чтобы правильно подать понимаете в чем дело мне кажется что диктор должен не только новостных программ но вообще на ругательное слово теперь телеведущий а вообще-то диктор хорошее слово и диктор должен знать все да все области потому что ты не знаешь какую тебе информацию да не знаешь какой-то ситуации окажешься с кем тебе придется разговаривать у кого брать интервью там или комментарий какой-то ты должен всем интересоваться это у меня на постоянное обучение да это у меня научил не владимир кондратов и игорь кириллов они всегда говорили интересуйтесь читайте ходите смотрите не отставайте от жизни то есть держите нас по витру поэтому новостной диктор и дело в том что профессии диктора это же конгломерат всех профессий которые есть на телевидении нужно это и артист это именно диктор это и ведущий это и режиссер это и репортер это и корреспондент и редактор это и осветитель это тоже тут знаешь как-то какой-то это даже как оператор ты знаешь все профессии вот какие только монтажер то же самое все профессии которые есть на телевидении все они объединялись профессии диктора это так было не знаю как сейчас так было и это правильный ваше вот тяга к постоянному обучению она потом помогла когда вы стали сами преподавать вы преподаете уже достаточно давно успешно как как вы считаете что самое главное в передаче опыт по основной специальности там где вы стали мастером что самое главное чтобы передать мне кажется что в каждой профессии самое главное оставаться с человеком оставайся самим собой ничего из себя не выкорешивая скажем так и злова потому что часто очень шики надувает ничего себе не оставим очки надувают они узны поэтому оставайтесь сами собой всегда и не бойтесь если вы чего-то не знаете спрашивать и тогда если вы будете спрашивать интересоваться вы будете на свой опыт во-первых увеличивать во вторых знание свои эти будете увеличиваться увеличивать вы посмотрите что-то кто-то что-то сделал а вот этот заинтересовать раз-раз пошли читать и там посмотрели еще что-то так вот я например это говорит учиться я всегда это своим студентам об этом говорю вы знаете прежде чем учить кого-то надо уметь я помню была передачу милые руки и редактор и режиссер придумали вязаный лес и детей учить крючком вязать но для того чтобы учить самую я я умела любитами да запросто а крючком я только дорожку умела вязать все как я буду учить пришлось осваивать я пошла на курс я закончила курс вязание крючком и эти курсы не дали там такой бумажечкой я могу преподавать знаете как они мне помогли потом когда вот наступила вот это нас такое время как его за без времени и я преподавала жили преподавала в д.к. в господи москву это в рио туда преподавала в этом самом преподавала в институте в баумовском у нас люди приходили смотреть конечно как-то диктор ману же небес не сыпется а мы такие же как и все это как-то так вот преподавать преподает на преподавала и ничего не стеснялась и никогда не жалела о том что я что-то умеет никогда не много навыков не бывает не было мне совершенно него что я да у каждого человека существуют какие-то моменты в жизни что нужно пойти сделать ту или иную работу ну так такой наверное действительно такой подход сейчас который вы передаете своим студентам наверное для многих необычай открытием становится для тех кто этому только обучается нет вы знаете что я хочу сказать я всегда говорю я практик я вас учу не только правильно говорить но и правильно жить свой свой опыт который у меня есть я не навязываю не просто преподавать авиа наставник может быть нас там я не навязываю свои там какие-то правила не навязываю я говорю что как как маяковский что такое хорошо и что такое плохо то что проем раз потом да я рассказывал хотите берите не хотели не надо но опять же им гор друзья мои учитесь потому что мы в педагоге не только я вообще себе дороги стараются разжевать положить вроде а ваша задача только проглотить чтобы усвоить тот материал который мы вам даем кстати немного сейчас отвлекаясь от нашей беседы могу сказать то что мы обсуждали сегодня у нас появилась идея предоставить вам партнерам нашей компании представить уникальную возможность обучение у татьяны александровны потому что я считаю что когда ты работаешь с людьми всегда приятнее когда с тобой разговаривает человек которого ты понимаешь да не в кафе вот это как пришел один это сказать и пожалуйста где туда понимаете 33 буквы человек него говорит он не могут сказать так сразу года понимаете знаете у нас очень конкурс сложный вот надо подготовиться в храпу через месяц опять приходит ковид подал там виктор до понимаете опять ему понимаете в чем дело у нас очень серьезный конкурс надо подготовиться ха-ха через месяц еще приходит скажите пожалуйста в дикторы принимаете да конечно мужики нужны пожар на тут вы мне голову томодоте вот чтобы такого не было поэтому нужно все-таки заниматься своей речи нужно знать как правильно произносить слова к сожалению нас этому не учат да вот к сожалению заговорил ребеночек слава тебе заговорил а тут он заперявит там или там 33 буквы не произносит как-то это на это не обращать внимание одна моя ученица мне сказала не выдавать как с буковкой r позанимаемся как-то на так карта карта вела она ведь а это мы шаром его ну хорошо шаром так шаром детство потому что видим как приучили столь шаром не будут пока что шаром а потом будет от тебе мешать очень а все из-за того чтобы неправильно просто пользоваться ученый аппарат очень просто забыть что все очень просто брат у вас кроме на телевидении огромнейшего опыта телевидение есть и опыт в кинематографе не так нет огромного опыта в кинематографе меня нет на телевидении большой опыт но опыт в кинематографе тоже 76 год вот и да да это первое это нашими украинскими друзьями как у березин и что все что все трапы вот где так нравится я первый раз снимался в кино ну правда озвучила меня не пустили на изучение из москвы туда на студию довженко и поэтому озвучивал у меня как эта актриса не понравился голос который 20 жалей конечно а второй опыт у меня я в кино снималась такой фильм был по заказу министерства здравоохранения назывался пожар это чтобы люди что рассказывать о том что спит не так страшно что в общем то можно и с ним жить можно и как-то так обходить эти все острые углы и в общем-то хороший фильм и я там играла соседку подачи и сам это чем чем во-первых почему не как проходить почему меня взять рассказ там должна быть батарла такая дама быть собачками а у меня в тот момент была собака вот этот самый бонька московский тетерри не московский террера просто дата интерьер и брехучие и не дай бог чтобы там вот так вот пошевелишь этим пакетом целлофановым тут light такой и нужно как мы с ней пришли собачка с моей звонкой пришли с ним верни и голос боня боня такая лапа я сложил и сидит весь такой боня голос дать ему сушечку сейчас вот так вот обоим так на эту сушечку смотрит глазки закатывает боня вы пошуршите пакетиком то он шуршат давайте можно пойдет там шуршите а боня такая такой аристократ идет 0 внимание на все бунька из-за тебя меня не возьмут значит в кино сниматься как мне посмотрел и пчел глаз нас взяли все таки нас взяли он играл я там была кличка шварценеггер у него было а почему это сам потому что похож такой же красивый вот я его там одевал на укусил конечно но но не залаял так брех очень страшно а тут ну хоть бы гавкну гавкну что было интереснее играть себя или играть роль а вы знаете я мне там даже в общем-то я себя играл там была вот эта женщина она не любила своего зяца а я в тот момент как раз вот своего вот этого бывшего зятья терпеть не могла игром не играть не надо да 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 то есть все по жизни вообще-то самое главное знаете мне кажется такой и на сцене или в театре и в кино и вот как ведущий почувствует то что ты делаешь и получать от этого удовольствия от этой игры не всегда сейчас от актер я не говорю я нет 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 ради бога пусть играет все-все-все-все ведь в этих сериалах я поможешь и тяжелый на зарабатывать а но раньше актеры вживались в роли читали много и переживали и вот как я вот когда веду актерского мастерства надо обживаться в эпоху надо знать в чем они ходили надо знать как они говорили ну надо все надо переживания какие там что-то было вшиваться на роль на час нет я понимаю никогда приносите без текст прочитала удачи а самое главное верить в то что ты делаешь не знать то что ты делаешь и получать от этого удовольствие безусловно у вас есть передача в общем у всех нас есть передача на из которого связано почти четверть века это спокойно очень малыши ну больше даже наверно да это не только в этой передаче я люблю я люблю эту передачу общая я люблю свою работу до сих пор люблю ее и мне иногда очень больно когда неправильно говорят прям как как нож по сердцу боже мой ну что же вы так говорите создана создана да не создана создана посмотри в словарь то ну если ты сомневаешься как он слой посмотрите в словарь пожалуйста товарищ который читаете текст задавала уровень да 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 был был уровень средний до такой и мы пытались поднять до этого среднего уровня кто хотел дальше учился кто хоть а сейчас все ниже ниже сказал так вообще там неправильно дарит да и ладно даже не делать замечаний даже не дают себе вот трудности труда посмотреть открыть словарь ударение за нами флор леонидовна так смотрел попробуй скажи неправильно ужас а как будто протяжении стольких лет удавалось здесь изо дня в день вот столько теплоты передавать вот в детской передаче вне зависимости от того какой как у вас сложился день независимости от того каком состоянии там со здоровьем что даже нужно было так чтобы действительно что и происходило чтобы все на дети чувствовали эту теплоту дети стремились ждали эту передачу знаете мне кажется что-то теплоту и любую к зрителю надо отдавать всем всегда потому что ты знаешь что там сидят люди которые ждут ту или иную передачу ведь у каждого зрителя был свой ведущий свой диктор у каждого была своей передачи они ее ждали не был урок такой мне его преподал игорь ленчик кириллов я запомнил на всю жизнь и все время говорю своим студентам об этом уроке когда у меня была беда медаль только 10 дней на восстановление до после этого в моей семье было и я пришла и естественно у меня я такой человек мне все на лице нарисован ну все просто веселый я здесь сам и он не говорит я пришла такая вся у меня вызвал и говорит значит так зрителю не интересно что у вас здесь зритель пуса у каждого есть свое зритель пришел включает телевизор хочет отдохнуть от своих забот а тут вы сидите такая вся это не должно этого не должно быть вот переступили порог студии все там осталось а здесь ваша работа только позитив только позитив я это запомнила на всю жизнь и я не позволял себе даже одна моя коллега как-то вот после опять же трагедии я же все так это проверьте в добрый день она говорит смотри ничего я не берет даже смерть сына все равно улыбается да я улыбаюсь и буду улыбаться потому что я люблю зрителей большой уроки для наших партнеров потому что тоже приходится часто нести информацию пусть на небольшие аудитории но действительно это очень важно то о чем вы говорите то есть если обращаешься к людям то есть нужно любить этих людей а потом нужно любить свое дело вот понимаете в чем дело в чем еще мне кажется что вот схожесть наших профессий то что вы несете людям добро мы тоже хотели нести добро и не с ней не все мы до сих пор и вы также вы вы рассказываете о том что человеку полезно вы нет сам это те что вы это знаете досконально не просто там так вот поверхностно и вы хотите искать люди добрые посмотрите послушайте пожалуйста ведь вот то что мы вам рассказываем то что мы вам предлагаем это для ваших для вашей же пользы это же для вашего здоровья это для вашего благополучия пожалуйста послушайте нас внимательно и вам будет хорошо точно и обстоятельства может вы же этот несете вот эту задачу безусловно то также мы говорим люди добрые все хорошо у нас прекрасный жизнь прекрасно спасибо большое и мы очень вам благодарны что вы нас поддерживаете конечно и я надеюсь и у наших партнеров будет встреча еще возможность с вами встретиться и у некоторых уже партнеров есть с вами фотографии тоже очень благодарны нам показывали а можно я скажу дорогие дорогие зрители дорогие партнеры дорогие коллеги умейте слушать и слышать всего доброго спасибо